Около тысячи вологжан побывало на первом фестивале гастрономических идей в Вологде. Он прошел в минувшие выходные. Свои кулинарные шедевры на нем представили 30 ресторанов, кафе и других компаний сферы гостеприимства областной столицы. А вологжане смогли все это увидеть и попробовать. На вкусном фестивале побывала и Алена Закатаева. Мясо, пицца, суши, рыба и, конечно, всевозможные десерты. Глаза разбегаются, сердце замирает от прискушения кулинарного чуда. Чтобы поразить вологжан еще больше, мастер-классы, а скорее настоящее шоу от шеф-поваров. Летающая пицца Дмитрия Блинникова, участника Европейского чемпионата по акропатеринской пицце, покорила всех посетителей. А рядом начинающие повара, студенты кооперативного техникума. Дают мастер-класс по карвингу, искусству резьбы по фруктам и овощам. Вырезают розы, астры, из моркови вырезают шишки, из яблок делают лебедей. Из арбуза можно просто что-то красиво в плане такого вырезать. Первый городской фестиваль гастрономических идей собрал почти тысячу посетителей. А свои лучшие блюда на главной выставочной площадке представили 30 ресторанов, кафе, кондитерских и пекарен. Организаторами кулинарного действия выступили Департамент экономического развития города и Центр содействия развитию предпринимательства и туризма. Наша задача – поддержка бизнеса, в том числе и ресторанного бизнеса. Поэтому специально для ресторанов и всей сферы общественного питания мы проводим этот фестиваль. Сфера туризма во многом зависит от развития сферы общественного питания. Наша задача как раз делать так, чтобы гости города могли насладиться всеми ресторанами, которые у нас присутствуют. Впрочем, попробовать можно было и домашнюю кухню. От известных волокжан. Площадка кулинарных поединков была самой многолюдной. В битве рецептов участвовали медийные персоны, предприниматели и депутаты. В школе после 9 класса я хотел поступать в кулинарный техникум, но не получилось. Чуть-чуть судьба стала в другую сторону, меня отвернула. И сейчас есть реальная возможность все-таки попробовать свои возможности. Победителя в паре выбирали зрители после того, как пробовали конкурсные блюда. Фестиваль продлился почти 7 часов. За это время были съедены десятки килограммов всевозможных кулинарных шедевров. Идея оригинальная. И вообще такого еще не было действительно. Пока мы еще только начали смотреть, успели с ребенком побывать на мастер-классе. Поделали пряники. Ребенок доволен. Получены позитивные эмоции. Мама тоже довольна. Гастрономический фестиваль стал действительно громким событием для сферы гостеприимства в Вологде. Ведь развитие туристической инфраструктуры, в том числе ресторанов и кафе, необходимо для развития сферы туризма в целом. А именно на эту отрасль Вологда сейчас делает весьма серьезную ставку. В областной столице развивают различные направления туризма. От паломнического до событийного. Только в прошлом году город посетили 700 тысяч человек. Весь этот туристический потенциал Вологда представит на выставке «Ворота Севера», которая пройдет 21 и 22 апреля. Кстати, кулинарное шоу там обещают тоже. Алена Закатаева, Денис Терин, Вологда Портал.